Роковой поворот на село Плешково – остановка памяти для всей страны. Именно здесь почти 17 лет назад оборвалась жизнь народного губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. 7 августа 2005 года он разбился на Чуйском тракте. С тех пор люди возлагают на место гибели цветы. И даже те, кто не останавливаются, просто проезжают мимо и сигналят в память о народном любимце. Часовню на месте гибели Михаила Евдокимова построил анонимный меценат. Явно с надеждой, что за ней продолжат ухаживать. Но никто так и не осмелился возложить на себя груз ответственности. Два года назад мы уже рассказывали, в каком состоянии находится часовня. Колонна, плитка, все разрушается на глазах. Несколько лет назад, после огласки в СМИ часовню на месте гибели народного избранника Михаила Евдокимова наконец отреставрировали. Но не прошло и двух лет, как часовня вновь переживает свои не лучшие времена. Штукатурка потрескалась и осыпается. В последнее время от местных властей, от муниципальных, и вообще, как бы, ну, такого внимания уже нет. То есть, вот, ну, сами видите, как бы, ну, уже и осыпается штукатурка. Хоть бы маленько взять, подкрасить. В администрации Плешковского сельсовета часовни открестились. Говорят, не на их балансе, но добавили. Работы по благоустройству и реставрации проводятся. В прошлом году была полностью убрана старая штукатурка. Было по новой все оштукатурено. Выкладывалась по новой плитка. Полностью все красилось. Ну и плюс к тому, постоянно чистим территорию вокруг. Кто ее ремонтирует? За чей счет? Вот тоже у меня такой информации нет, к сожалению, я не могу сказать. Власти зонального района также пояснили, что часовня никому не принадлежит. Все восстановление ложится на плечи волонтеров и неравнодушных. И мусор убираем все субботники, что берем, организовываем. Как бы, ну, место не забываем, как бы, помним. Некоторые люди оставляют пожертвования. Но хватит ли этих средств, чтобы отреставрировать мемориал за два месяца? Ко Всероссийскому фестивалю «Земляки», который ежегодно с размахом проходит на родине Михаила Вдокимова в Верхобском. А ведь на это мероприятие выделяются миллионы рублей. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.